Всем привет, мои дорогие зрители и гости моего канала, я очень вам всем рада. Сегодня видео будет обо мне. Это видео эстафета, которое я получила от блогера Марины Михиной, вы, наверное, все её знаете. И она получила, в свою очередь, это от других блогеров. И, в общем, идея в том, чтобы рассказать о себе какие-то факты и потом передать эту эстафету блогерам другим дальше. В этой эстафете участвуют блогеры в возрасте так постарше. Поэтому девочки мои, мои молодые подруги по YouTube, которые меня смотрят, которых я смотрю, вы не обижайтесь. Я передаю эстафету девчонкам примерно где-то моего возраста и, так скажем, моего поколения. Так сложилось, что в этой эстафете участвуют девчонки где-то вот возраста 50+. Девчонки возраста 50+. Ну, конечно, мы все девчонки. Мы продолжаем все быть девчонкой. Я тут немножко себе сделала записи тоже. И буду подглядывать, уж вы не обессудьте. Значит, первый вопрос – это история моего имени. Меня зовут Дита, вы все знаете. Ну, это, конечно, шутка. Меня на самом деле зовут не Дита. Дита – это мой сценический псевдоним. На самом деле, меня зовут Таня. Мне это имя очень не нравится. Ну, не знаю, не нравится мне мое имя, не нравится мне имя Таня. Еще больше мне не нравится имя Татьяна. То есть по паспорту официально я Татьяна. И когда меня так называют, ну, мне просто не нравится мне имя Татьяна. Совсем не люблю его. И если учесть, что я живу сейчас в Канаде, до этого жила в Израиле, то для них выговорить имя Татьяна – это как бы совершенно mission impossible, что называется. Миссия невыполнима. Все имена, в которых есть вот этот вот мягкий знак или твердый знак, или все вот эти вот странные буквы, которые есть только в русском алфавите, которых больше нет ни в одном другом алфавите, для них выговорить очень тяжело. Поэтому, как бы, Татьяна... Ну, Татьяна я пишусь только в паспорте, поэтому, на самом деле, везде я на работе, везде я Таня. И все равно мне, как бы, это имя не нравится. Ну, что есть, то есть. Как бы, живу с таким именем и живу... Когда я открыла свой YouTube-канал, я долго думала, как себя назвать. Назвать себя Таней мне совершенно не хотелось, потому что Тане очень много. Мне хотелось придумать что-то необычное такое, знаете, чтобы бросалось в глаза и запоминалось. Я тоже не могу сказать, что я абсолютно 100% довольна своими именем на YouTube, но уже как есть тоже. А Дита, на самом деле, это два первых слога моего имени и фамилии. То есть Таня, это Та, и Ди, это две первых буквы моей фамилии. Поэтому Дита, в общем, как бы, имеет какой-то смысл, какое-то отношение к моему имени. Вот. Я подумала, что это будет прикольно, интересно, в общем, как бы, сочетать мое имя, фамилию и назвать так свой YouTube-канал. Теперь, вопрос второй. Это дата рождения и знак Зодиака. Я родилась в январе, и мой знак Зодиака – это Козерог. Ну, я вообще считаю, что Козероги – самые лучшие люди на свете, потому что, на самом деле, и мой сын Козерог, и, в общем, всех Козерогов, с которыми я встречалась в жизни, они очень достойные люди. Вот так сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. И Козерогам присуще упрямство. Козероги идут к своей цели, сметая, так сказать, все на своем пути. Ну, нет, не сметая все на своем пути. Козерог, знаете, картинка Козерога – это он своим рогом упирается, значит, в гору, и вот так вот медленно, но верно ползет к своей цели и всегда добивается своего. Я могу сказать, что, да, упрямство у меня присуще. Особенно спросите об этом моего мужа, он вам будет жаловаться долго, упорно, что самый упрямый человек на свете – это я. Ну, и действительно, Козероги очень упрямые и, как правило, очень трудоспособные, трудолюбивые люди, добиваются своей цели. И я могу сказать, что я, в общем, ну, да, типичный Козерог. Я очень упрямая, и я почти всегда добиваюсь своей цели. Может быть, не всегда, но довольно часто. Следующий вопрос был «Страна и город проживания». Ну, вы все знаете, я живу в Канаде, в городе, пригород Торонто. Это не совсем Торонто, ну, как бы, в принципе, это довольно близко от Торонто. Это полчаса езды на машине от Даунтаун Торонто. Ну, поскольку в Торонто люди живут в основном молодые, а когда у вас появляется семья, дети, то все обычно переезжают в пригороды. Ну, в общем, это присуще не только Канаде, это все Северной Америки, все девчонки, которые живут в Америке, все знают, что в больших городах живут в основном молодежь. Потом, когда появляются дети, и люди ищут хорошую тихую школу, хорошее тихое место для того, чтобы расти детей. Так вот, Торонто не очень хорош для этого, а хороший пригород, такой респектабельный, мидл-класс, пригород любого большого города, он, в принципе, вот, в нем проживают примерно такие люди, как я. И я вам иногда снимала, показывала, у меня очень красивый городок, зеленый, такой чистенький, скучный, ну, как любой пригород, такой, знаете, очень тихий, ничего здесь не происходит, слава богу. Вот, и здесь жить очень удобно, очень комфортно. Единственное, что здесь очень, например, плохо радует общественный транспорт, обязательно нужно иметь свою машину, и передвигаться по городу без машины вообще абсолютно невозможно. То есть, если вы не водите, у вас нет водительских прав, то это засада, так сказать. Вы будете сидеть дома и просить мужа или сына, чтобы он вас куда-нибудь отвез. Естественно, я вожу машину, и водить здесь машину легко, потому что машин мало, движение очень такое, не, не, нету трафика большого, движение не бурное, так что вот все, все хорошо и прекрасно, тихо, спокойно, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтобы так и было. Довольно я очень своим городом, очень его люблю, в нем есть такой приятный даунталн, небольшой, такой, знаете, даунталн маленького городка, очень в таком старом английском стиле, и чисто, красиво, еще раз повторюсь, люди очень приятные, в общем. Пригород Торото, добро пожаловать, всем буду рада. Следующий вопрос, это моя профессия. Ну, я кому не говорю, кто я по специальности, мне никто не верит. По профессии я инженер-проектировщик, и, собственно, вот по этой профессии я и работаю, и всегда работала всю жизнь, за исключением некоторых моментов моей жизни, когда я переезжала из страны в страну, из страны в страну, с не очень хорошим языком, с незнанием, так сказать, местных порядков, колорита. И, естественно, когда человек переезжает из страны в страну, то найти работу по специальности сразу, это большая удача и большое счастье, это редко случается. На самом деле, как правило, люди начинают с каких-то работ не самых престижных, не самых лучших. Я не исключение. Мы, когда переехали в Израиль, я работала, где только я не работала. То же самое, когда мы переехали в Канаду, я тоже где только не работала. Я обязательно об этом, наверное, сниму видео, потому что я думаю, что это интересно, это забавно, это, может быть, как-то поучительно. Много всяких историй там у меня случилось в этот период. Но, тем не менее, в конце концов, и в Израиле, и в Канаде я устроилась по специальности. И я инженер-проектировщик. Я работаю в тяжелой промышленности, мышостроительной, в инженерном отделе. Я занимаюсь проектированием деталей для машины, механизмами всякими. Делаем мы это как бы на компьютере, на компьютерной программе. Начинала я с рисования на Ватмане, на Кульмане. Еще, так сказать, доисторические времена. Но сейчас уже давно я руками ничего не рисую, а все мои проекты, и все происходит на компьютере. Все это, конечно же, механизировано, но вот, тем не менее. Инженер-проектировщик, машиностроитель. Никто в это не верит, но это факт. Я сейчас вам скажу, почему никто в это не верит. Потому что в России, в бывшем СССР, девчонка, которая кончила политехнический институт, это было нормальное явление. Нас было очень много. Все девчонки спокойно поступали в всякие технические вузы, университеты. Это не являлось странным, это не было чем-то необычным. Что касается Израиля и Канады, то есть любой заграницы, девочки, идущие в инженеры, это большая-большая редкость. Обычно это, так сказать, мужская, сочетается мужская специальность. Девчонки идут во что-то более такое гуманитарное, или что-то такое, знаете, типа бухгалтер финансы, или какой-то маркетинг, или что-то такое, или вообще там, типа, не заканчивают никаких высших учебных заведений, а работают на каких-то таких, знаете, работах, ну, более женских, так скажем, более женственных. Поэтому, когда я здесь или когда я в Израиле говорила, что я инженер-машиностроитель, инженер-проектировщик, все так на меня смотрели странно. Во-первых, думали, что я вру, а во-вторых, не могли понять. Тем более моя внешность, я люблю одежду, я люблю моду, я всегда при косметике, при ногтях, и, в общем, это как-то не совсем сочетается с образом, знаете, такой мужикообразной, мужеподобной, скажем так, женщины, инженера, которая там крутит ручку у станка. Но я не кручу ручку у станка, я сижу в офисе, в чистоте и в тишине, и на компьютере, так сказать, рисую свои проекты и, в общем, свои железяки. Следующий вопрос. Были ли вы за границей? Ну, для меня этот вопрос как бы немножко нерелевантный, потому что я за границей живу, я за границей жила в нескольких странах, как вы знаете, и, естественно, я бывала во многих странах. Когда мы жили в Израиле, нам было намного ближе ездить в Европу, потому что там это близко, и разница во времени почти не ощущается. И мы были, конечно, во многих странах Европы, Германия, Австрия, Франция, Чехословакия, уже даже не вспомню сейчас. Ну, в общем, ездили много. А сейчас, когда я живу в Канаде, отсюда в Европу дорого, далеко, много, ну, в общем, хлопотно, короче. Время другое, подчасовые пояса другие. И, в общем, нужно долго, чтобы прийти в себя. Нужно какое-то время, вот этот джетлет, который вы, когда перелетаете из Америки в Европу, и разница у вас там 7-8 часов во времени, то это, конечно, сразу перейти на другое время довольно трудно. Берет это дня 3-4, а если учесть, что вы там на неделю летите, например, то это совершенно практически невозможно. Отпуск превращается в какое-то вечное желание спать и вы, когда только переходите на местное время, то вам уже надо лететь назад и снова привыкать к времени, к канадскому и американскому времени. Pacific Time это называется здесь. Вот, поэтому полеты в Европу – это такой немножко геморр и проблема. Лететь нужно надолго. Надолго лететь тяжело, потому что у нас маленькие отпуска. В Америке, в Канаде отпуск 2 недели стандартный. Вот после того, как я проработала на своей фирме, больше пяти лет, у меня сейчас 3 недели отпуск. И, по-моему, когда я буду после 10 лет, у меня будет 4 недели отпуска. Ну вот, во всяком случае, я еще до 4 недель не доработала, так что у меня 3 недели отпуска. И иногда я не могу взять сразу 3 недели, я максимум могу взять 2 недели отпуска, и вечно мне его не хватает, потому что то мне нужно то, то мне нужно все, поехать туда, поехать сюда. И, в общем, так вот взять 2 недели, а потом остаться без отпуска для меня это немножко проблематично. Так что вот, живем в Канаде, мы в основном ездим в Штаты. К тому же у меня там живет семья в Нью-Йорке, и я вообще туда езжу там 5 раз в годах. И местные, вот как мы называем это на юга, это Карибы, это Мексика, это Куба, это Доминикана, ну, в общем, все вот эти вот страны. Это в основном такой отпуск лежания на пляже, в бассейна, all inclusive, то есть включено все, и завтрак, обед и ужин. Ну, я не могу сказать, что я очень люблю такой отпуск, я больше люблю ездить куда-то, где можно походить, посмотреть. Красивая архитектура, которой, кстати, не хватает в Северной Америке, европейская архитектура. Я обожаю Европу, обожаю старую Европу. Обожаю вот этот вайп старой Европы, где есть вот эта вот история, вы ходите, и каждый дом там 16 века, и, в общем, это намного, архитектура европейская, по сравнению с архитектурой американской, ну, в тысячу раз красивее, потому что, ну, тогда строить по-другому. Здесь в Америке есть свое, конечно, вот эти вот небоскребы и все вот это вот, но это, знаете, разницы нет никакой, потому что если вы поедете в Нью-Йорк, или вы поедете в Чикаго, или вы поедете в Торонто, в принципе, за исключением каких-то лендмаркс, то есть, ну, вот, например, в Нью-Йорке это Empire State Building, в Торонто у нас это CN Tower, наша башня, в Чикаго там свои есть, я, честно говоря, забыла, в Лос-Анджелесе, ну, в общем, короче, кроме вот этих вот специализированных, так сказать, достопримечательностей каждого города, все остальные города в Северной Америке похожи, как братья-близнецы, если вас привезти в Даун, там, например, в Чикаго, потом в Нью-Йорке, вы вообще не будете знать, что вы переехали из города в город, так что вот так, Европу очень люблю, и хотелось бы очень поехать, но вот сейчас такая ситуация, что, ну, сейчас вообще ситуация у нас, ситуация, ну, в принципе, как бы, из Канад довольно сложно махнуть Европу, что, конечно, жалко, и вот это большой недостаток жизни в Северной Америке, как бы то, что мы находимся далеко от всей цивилизации и варимся в собственном соку здесь. Следующий вопрос – это таланты и увлечения. Ну, что вам сказать? Увлечение моё – это YouTube-канал. Я считаю это моим увлечением, моим хобби. Я давно хотела его открыть, и всё собиралась-собиралась, руки не доходили, и вот как-то вот решилась, открыла свой YouTube-канал. А мои таланты, ну, вы знаете что, у меня нет талантов. Вот в таком общепринятом понимании я не пою, не рисую, не знаю, не вышиваю болгарским крестом, руки у меня две левые, ничего ими толком сделать я не могу. Я бы сказала, что самый большой талант – это то, что я жизнерадостный, весёлый, открытый человек. Меня, как правило, любят все окружающие меня люди. Я обладаю способностью мирно уживаться с кем угодно и никогда ни с кем не ссориться. Я считаю, что это талант. Вот правда, что я вот сейчас подумала об этом, что я не помню, когда я последний раз вообще с кем-то ссорилась. То есть мне, чтобы с кем-то поругаться, это меня надо вот так уже достать, и то я, честно говоря, не помню. То есть я очень, очень миролюбивый человек. Я лучше отшучусь или отделась какой-то шуткой, или вообще пройду мимо, пропущу мимо ушей. И, в общем, как бы я… У меня прекрасные отношения с друзьями, с родственниками, со всей семьёй. И меня все очень любят. Я считаю, что это мой главный талант. Следующий вопрос. Следующий вопрос – это ваши страхи. Ну, я, наверное, не буду оригинальной, и скажу, что, конечно, самый большой мой страх – это, скажем так, ну вот, если не дай бог, не дай бог, не дай бог, что-то случится с моими детьми, или с кем-то из членов моей семьи. Очень хочется, чтобы все были здоровы, и, ну, как у всех людей. Страхи болезни, страхи потерять работу, наверное. Страхи лишиться дохода. Ничего особенного тут у меня нет. Из таких страхов, фобий, я бы сказала, что вот я боюсь высоты. Я боюсь воды и высоты. Я не умею плавать. Я один раз чуть натонула в Чёрном море, когда мы ездили отдыхать в детстве. Мне было лет 6, наверное. Я с тех пор, ну вот, захожу в воду по колену, по пояс. Больше нет. Когда я захожу глубже, я уже начинаю верещать, вопить, мне очень страшно. И страшно, страшно боюсь высоты. Вот если я нахожусь где-то на высоком этаже, скажем, там, в небоскрёбе, у нас есть друзья, которые живут в, ну, 20-каком-то этаже, у них апартмент, квартира, и такие окна с пола до потолка, огромные на всю стену. Я когда подхожу к этому окну и вижу вот внизу пропасть, и там внизу улица, машины, я бы, наверное, не смогла жить в таком доме. То есть я бы, наверное, мне бы нужно было поставить забор у окна, и так на расстоянии метра от окна, чтобы я не смогла к нему подойти, если вдруг случайно я бы подошла. То, что у меня начинается так тряска в коленях, и я совершенно не в состоянии близко подойти к чему-то, знаете, к открытому пространству. Например, на мосту, когда я стою на мосту, и внизу вода, вот я не могу подойти к перилам. Ну, такие вещи. Даже в метро, вот вы будете смеяться, но я когда езжу в Нью-Йорк, в Нью-Йорке сумасшедшее совершенно метро, и моя сестра всегда смеётся, потому что я, как она мне сговорит, тут и как деревня. Я в метро не могу вот это вот, знаете, когда вы подходите к краю метро, где внизу рельсы, там не так уж и высоко, но вот этот вот обрыв, край, он меня так пугает, я всегда по стеночке, по стеночке попытаюсь проползти так, по этим, по станциям, так, чтобы не подходить близко к этому краю метро. Ну, в общем, это скорее фобия даже, а не страхи, но тем не менее. Следующий вопрос, это процедуры вашего тела. Тело, я... С телом я процедур никаких не делала. Пока ещё, слава богу. Насчёт лица, я позволю себе на этот вопрос не ответить, не потому что я хочу что-то скрыть, а потому что я хочу про это снять отдельное видео, я хочу держать интригу. И если я сейчас всё расскажу, то видео будет неинтересно смотреть, поэтому я... Да, я делаю с лицом процедуры, ни операции никакие, ничего, я не исправляла ни нос, там ничего. Ну, вот такие вот лёгенькие процедурки, которые делают сейчас очень многие, и в принципе, в моём возрасте, я думаю, что я уже могу себе позволить без страха делать какие-то процедуры, которые, скажем так, улучшат моё самооценку и моё самочувствие, поэтому я про них рассказать не буду, а расскажу про них в отдельном видео. Пожалуйста, не обижайтесь и не обижайтесь. В общем, обязательно-обязательно сниму отдельные видео про это. Следующий был вопрос, какие качества нравятся в людях? Значит, я... Мне, наверное, в людях нравятся те же качества, которыми я обладаю. Я очень люблю людей лёгких, людей, которые не... не занудных, вот знаете, людей, которые лёгкие на подъём, людей, которые не цепляются, не дают... Пардон. Как это сказать? Красиво даже. Не знаю. Которые, ну... Ну, вы понимаете, о чём я говорю. Знаете, что я имею в виду лёгкие на подъём? Я, например, вот у меня есть друзья, которым я могу позвонить в пятницу в 9 вечера и сказать, ребята, а пойдёмте пиво пить. И они соберутся, и через полчаса мы идём пить пиво. Люди, которых надо за две недели до этого готовить к тому, что мы куда-то пойдём, и они будут долго там собираться и выбирать место, и думать, куда пойти, и пойти или не пойти, а вдруг будет дождь, а вдруг случится снег, что же нам делать и так далее. Вот таких людей не то, что я не люблю, ну как бы я больше люблю людей, которых легко сдвинуть с места, которые легко срываются, куда-то едут, куда-то идут, и ну вот таких, знаете, людей. Очень люблю щедрых людей, страшно не люблю жадных людей. Жадность – это для меня один из самых больших недостатков. Я имею в виду не расточительство, а именно щедрость как в материальном плане, так и в душевном плане. То есть я имею в виду люди щедрые, которые вас выслушают, которые вам помогут, которые вам дадут совет, которые вам объяснят, что делать и не отмахнуться от вас. И щедрые в том числе и в материальном плане, потому что, ну знаете, не люблю крохоборов, не люблю людей, которые трясутся над каждой копейкой, хотя в принципе я понимаю, что надо иногда что-то как бы собрать и скопить. То есть это хорошее качество, когда вы расходуете свои финансы с умом, но это не то же самое, что с копейки детства. Я не знаю, правильно ли я объяснила. Но вот, что еще мне нравится в людях, люблю умных людей, люблю людей с чувством юмора. Людей, у которых нет чувства юмора, это, конечно, не очень трудное имя дело, потому что все, что вы говорите, они воспринимают на серьезных щах, и в общем, им надо всегда объяснять, что это сарказм, и это я всерьез, это сарказм, и это я всерьез. Я люблю людей, которые могут подхватить шутку и понять, когда вы шутите, и даже не обязательно им это объяснять, а просто по вашей интонации они поймут, что это смешно, и что вы шутите, вы не всерьез, и в общем, не будут к вам, иметь никаких претензий по поводу того, что вы там что-то не так сказали, не то сказали. Вот, но вот такие вот качества в людях я люблю. И последнее, это даже не вопрос, а кому я передаю эту эстафету, как я уже сказала, это такая как бы, ну вот, среди девочек, которые постарше, поэтому девчонки, подружки мои ютубные, которые моложе, и которые совсем у меня есть, молоденькие, совсем не обижайтесь, я передаю эту эстафету девочкам, примерно моего возраста, первый, я выбрала трех блогеров, вообще-то положено два, но я выбрала трех, и девчонки, если вы не хотите снимать это видео, вы не обязаны, как бы, я вам передаю эту эстафету, я оставлю ваши координаты внизу в боксе информационном, но вы не обязаны, потому что не все хотят, ну, знаете как, я не могу навязать кому-то снимать какое-то видео, которое люди не хотят, знаете, для того, чтобы снимать видео, нужно вдохновение, если вдохновения нету, то не получается хорошо, поэтому, девочки, снимайте, не снимайте, как хотите, но я вам передаю эту эстафету, первый блогер, это Лена Крылова, блогер из Франции, прекрасный, потрясающий блогер, я ее очень люблю, она очень тонкий человек, очень интеллигентный, умница, в общем, левочка, второй блогер, которым я передаю эстафету, это тоже блогер из Франции, Оля Вару, очень интересная девочка, она, у нее такие мысли, она очень красивые видео, много рассказывает, показывает город, в котором она живет, немножко одежды, немножко моды, в общем, ну, как все мы, кстати, кроме всего прочего, она урожденная минчанка, такая же, как я, я родилась в городе Минске, поэтому у нас не такая, знаете, особая кармическая связь, и третий блогер, это Элла 2000, она живет во Флориде, и она необыкновенная красавица, я когда увидела первый раз ее видео, я думала, ну, только девочка лет 35, потом она когда-то стала рассказать про своих внуков, ну, я вообще там, ну, как бы, как внуки, какие внуки, откуда внуки, но тем не менее, у нее тоже очень интересные видео, у нее золотые руки, она очень красивая, она умеет делать украшения, она делает какие-то переделки, у нее тоже снимает в магазинах, снимает шоппинг, в общем, снимает видео разговорные о жизни в Америке, у нее очень красивый дом, красивый сад, недавно она сняла видео про свой, про свой бэк-ярд, про свой дворик, там, потрясающие растения, экзотические, потому что это Флорида, и потому что, там, климат такой, у нее бассейн, в общем, очень красивое, красивое видео, и я оставлю информацию об этих девочках у себя в инфобоксе, вот, ну, вот и все, вот так у меня получилось видео, как всегда, на полчаса, надеюсь, что я не, вы его досмотрели до конца, и выдержали мою болтовню, надеюсь, что вам было интересно, спасибо Мариночке за эту эстафету, и, люблю, целую, увидимся совсем скоро в следующем видео, пока, пока, бай!